Если средний класс есть стержень демократического общества, то саму демократичность можно измерять отношением общества к слабым. Какие бы красивые конституции ученые не писали, а власти не принимали, если общество не будет наказывать насильников, оно само не достойно этой конституции, про которую спорит и которую принимает. А если насилием занимается сама власть, такое общество достойно двойного позора. Например, 8 марта молодые девушки вышли на мирный марш за права женщин. Когда еще им выходить на такие акции, как Международный женский день? А милиция разогнала их с помощью молодчиков в масках и суд потом милицию оправдал. Правда, Верховный суд отменил это решение, но что дальше? На неделе началась акция «16 дней против насилия», которая продлится до 10 декабря, Международного дня по правам человека. И ранние браки ведь тоже из той же оперы. Это очень постыдная практика, можно сказать, потому что мы ратифицировали конвенцию по правам ребенка еще в 1994 году. Поэтому наша страна считается продвинутой в этом отношении. Кроме того, у нас права человека очень хорошо прописаны в Конституции. Однако, несмотря на это, у нас все еще сохраняются случаи жестокого избиения детей или практика ранних браков. И искоренить это мы пока не в состоянии. Мы все видим такие факты и мало что можем сделать. Это в целом очень неприглядное явление.